Всем привет! Вы на канале Вульфи и Нитричи. Сегодня мы играем в Black Desert. Хочу поговорить о питомцах. Это те самые друзья, которые помогают нам собирать дроп. И от того, какого уровня они будут, какого ранга и сколько у тебя их будет, будет зависеть скорость твоей прокачки и скорость твоего фарма. Однако, помимо простого сбора, эти питомцы дают определенные бонусы. И чтобы понять, каких именно питомцев выбрать, я хочу тебе рассказать обо всем, что можно будет купить в этой игре. А также в конце видео напишу два варианта. Вариант Нитричи и вариант мой. Какой набор должен быть 100% у любого игрока для комфортного... Ну, чтобы на все случаи быть готовым. Минутка рекламы и вернемся к нашей теме. Питомцы изначально продаются за рубли. Точнее, за жемчуг. Жемчуг за геймнет монеты, а сами геймнет монеты, соответственно, за рубли. То есть магазин F3. Иногда люди, которые хотят получить серебро, вложив рубли, выставляют этих питомцев на аукцион. В разделе жемчуг есть целый вот такой подразделчик питомцев. Однако на практике выставляют крайне редко и желающих крайне много. Поэтому шанс, что именно ты выкупишь питомца, маленький. Как работает аукцион, я рассказывала в своем одном из предыдущих видео. И там же я рассказывала, как работает система торга. Посмотрев его, ты поймешь, о чем я говорю. И главное, что на жемчуг нельзя поставить ставку. То есть питомца придется покупать только по торгу. Но давай приступим к тому, что же нам предлагают покупать, чем эти питомцы отличаются. И разделила я их на несколько групп. По основной характеристике, по основному навыку, который тебе будет нужен в будущем. Для включения специального скилла нам нужно в меню питомцев правой кнопочкой нажать на вот этот значок. И автоматически специальный навык будет работать. Первая категория это птицы. Абсолютно все птицы. Совенок, ворон, попугай, синица, небесный сокол и коричневый сокол. Периодически могут появляться такие тематические птицы, либо возможно новые птицы появятся. И у них две особенности. Первая, это поиск элитных монстров. Сама особенность такая себе, но вторая, это плюс к получению знания высокого уровня. Кто не знает, получение знаний высокого уровня дает нам, во-первых, бонусы к опыту, а во-вторых, бонус к фарму, то есть к дропу. Но это тема о другом видео, поэтому углубляться в это я не буду. То есть плюс к шансу получить знания более высокого уровня это важный скилл. Следующий скилл это провокация монстров. Такой скилл есть у панды и у малой панды. Однако сам скилл такой себе. Потому что он агрит не того монстра, который до сих пор не на тебе. Давай сначала. Максимум на себя ты можешь заагрить 7 монстров. В случае с волшебником, волшебницей или таймером у них есть питомцы призывные, которые агрят еще 7 монстров. Так вот эта панда не работает как питомец у таймера, волшебника или волшебницы. Он просто берет одного рандомного монстра, который может быть уже на тебя заагрин, и говорит, эй пацан, алло, давай че поговорим. То есть как бы на себя его агрит. В принципе получается, что он просто забирает на себя урон, который монстр наносит, но дополнительный таргет он не агрит. Также у этих двух панд есть опыт навыков. Для прокачки это полезно, но по сути я считаю этих питомцев милыми, красивыми, но бесполезными. Следующая группа скиллов это поиск врагов. В этом случае питомец ищет тебе врагов гильдии, либо персонажей, которые находятся в отрицательной карме. Это полезно на осадах, это полезно на пвп. Когда ты бегаешь в масхалате, твой никнейм не виден, ты в принципе сливаешься с окружающей средой, с монстрами, так же и твой противник. И для того, чтобы было легче его находить, тебе помогает питомец. Собака, любая абсолютно, щенок шицу, овчарка, пудель, шибаину, баллонка, борзая, доберман, щенок бигля, хаски и шериф бигл. Все эти собаки делают одно и то же. Также врагов ищет барашек, черепаха и малый грифон. На старте возможно тебе непонятно прелесть этого скилла, необходимость этого скилла. И в принципе этот скилл для тебя бесполезен, но когда ты пойдешь в гильдию, и там будут осады, когда ты достигнешь того уровня, когда нужно будет драться за спот, вот тогда ты поймешь, в чем конкретно прелесть. То есть можешь просто, скажем так, принять к сведению и где-то там записать себе на подкорочку, а можешь купить и на будущее питомец тебе пригодится. Более того, собака дает опыт навыков, барашек дает опыт ремесла, а черепаха и малый грифон дает снижение износа. То есть когда ты фармишь монстров, у тебя стачивается оружие, ну как стачивается, прочность тратится. И черепаха и малый грифон замедляют износ. Следующий скилл это поиск ресурсов. Краб-отшельник, кошка, чопи и желтоклюв. Эти питомцы с помощью специального умения помогают собирателям. Одеваешь в руки инструмент нужный, что угодно, кирка, серп, топор. И питомец с определенной периодичностью подсвечивает тебе нужный ресурс. Именно тот ресурс, который ты можешь собрать тем инструментом, который в руках. Это помогает, когда ты, к примеру, не на специально отведенной локации пытаешься найти камни. Либо ты в локации, где очень много муляжных деревьев, которые срубить в принципе нельзя. И питомец помогает тебе найти именно то дерево, которое можно рубить. У краба-отшельника также плюс снижению к износу. У кошек и у чопи опыт ремесла. А у желтоклюва также как и у птиц. Плюс к шансу получить здание высокого уровня. Если все вышеперечисленные питомцы продаются в магазине, то желтоклюва в магазине не купить. Он выдается в календаре. Насколько я знаю, сейчас новички получают такого питомца. Также для игроков, которые находятся в гифде от среднего уровня и выше, в календаре специально выдается тоже желтоклюв. Ну и последняя группа скиллов. Я их вместе объединила, так как в принципе у каждого питомца здесь будет отдельная особенность. Первое. Пингвин. Он дает скорость авторыбалки. Это главная его фишка. Помимо того, что он милый и очень забавно скользит на пузике, он дает еще скорость авторыбалки. Однако два пингвина или три не суммируют этот эффект. То есть скорость авторыбалки нельзя разогнать еще больше, призвав два или более пингвинов. Также у пингвинчика опыт ремесла. Пустынная лисица. У нее особенность пустынная устойчивость. Также несколько питомцев не суммируют этот эффект. Если ты уже бывал в Валенсии, то ты знаешь, что там, именно в самой пустыне, ложится днем дебаф жара, ночью переохлаждение. И этот дебаф нужно снимать либо чаем специальным, либо водой. Так вот, лисичка снижает шанс получить этот дебаф. Есть еще костюм, который продается за жемчуг, который тоже снижает шанс. Однако, его на аукцион не выставляют. В принципе, тебе, чтобы его приобрести, либо нужно искать друга, который подарит, либо же самому тратиться на костюм. А вот лисичка, лисичку можно выставить на аукцион. И достаточно часто их ставят, конечно, не сотнями, но одна-две в день 100% пролетают. То есть, когда ты будешь качаться, фармить и пвпшиться в пустыне, лисичка тебе пригодится. Медведь. У медведя самая бомбезная особенность. Это максимальный вес. На третьем ранге медведь дает плюс 40 лт. Ну, на первом ранге, естественно, меньше. И этого медведя просто так не купить. Периодически вводят сундучки, в которых можно вытащить медведя от первого до четвертого ранга, либо же получить там разные другие ништячки. Также у медведя скилл это скорость авторы балки. Напомню, что с пингвином она не суммируется. Ежик. Это такой же редкий, дивный зверек, который продается, как и медведь, только в специальных сундучках. У этого ежика главная особенность это сбор травы. То есть, он помогает при сборе. К примеру, ты идешь собирать тюльпаны. Вот ты сам серпом собираешь. И ежики, параллельно тратя твои очки работы, собирают траву, помогают. Применить этих ежиков можно с пользой на сборе трюфелей. Трюфель это редкий редкий гриб, который растет в пещерах либо в таких потаенных местах. И этот гриб нельзя нигде рабочими добыть и нельзя вырастить на огороде. То есть, можно просто взять твеночка до 50 уровня, зная место, поставить в нужной пещере и уйти спать. Ежики сделают свое дело. И за ночь порядка 40 трюфелей можно будет собрать. Ну и последнее питомец это привидение. У нее провокация монстров, как я говорил, это бесполезный скил плюс шанс к получению знаний, но не в этом фишка этого питомца. Его можно скрестить с любым питомцем абсолютно. Если, к примеру, птицу, можно скрестить только с птицей. Причем, ворона только с вороном, синицу только с синицей, сокола только с соколом. Собак можно скрещивать как нам угодно. То же самое, черепашка только с черепашкой, чопи только с чопи, желтоклюв только с желтоклювом. Привидение же можно скрестить с любым из вышеперечисленных. Скрещивать нам нужно питомцев для того, чтобы получить ранг выше. С повышением ранга у питомца сокращается время на специальное умение, сокращается время на сбор дропа, ну и плюс он может получить дополнительно еще скиллы полезные, такие как плюс к удаче, плюс к рыбалке, плюс к сбору, плюс к опыту какому-нибудь, в общем масса скиллов. По поводу повышения ранга, скрещивания, будет у нас отдельное видео. И периодически вводят, как я говорила, уже тематических зверей. К примеру, Цербера к Хэллоуину вводили, или же Митлу, которая тоже достаточно интересненько выглядит, и покупается она только за жемчуг. То есть на аукцион ее не выставляют, если ты, к примеру, все-таки сделал себе такой подарок, купил себе трехглавого пса, но он у тебя всегда обречен быть первого ранга. В этом случае ты можешь купить привидение. На привидение частенько скидка, оно продается постоянно, на аукцион, к сожалению, также его не выставляют, но оно, скажем так, доступно. Ты покупаешь это привидение и пытаешься скрестить, повысить ранг своему барбосу. Ну и давай подытожим. Мой набор питомцев, который обязательно у тебя должен быть. Одна птица, любая, для получения знаний. Любой зверь на поиск врагов. Пригодится в любом случае. Дальше, любой питомец для поиска ресурсов. Есть одна хитрость, как ориентироваться в пустыне без карты. И вот для этого тебе пригодится такой питомец. Но как им пользоваться, я расскажу в следующих видео по лайфхакам. Первую серию мы уже выпускали. И вот в следующей я расскажу, как пользоваться этим питомцем. Четвертый, это лисичка. 100% для пустыни. Железобетонно, ты туда пойдешь, и она тебе пригодится. Ну и пятый, это пингвин. Если у тебя есть возможность оставлять на ночь, либо пока ты на работе персонажа в игре, ставь на авторыбалку. И этот пингвин поможет тебе быстрее заработать. А вариант литрича немножко проще. Одна собака, одна лисица, две-три птицы и пингвин. То есть сбор ресурсов ему не надо, но в принципе тут на любителя. Зная всю информацию и понимая теперь, как работает, какой навык, ты можешь сам выбрать свой набор питомцев. В принципе, ты можешь иметь всех по одной штучке, но призвать одновременно ты можешь только пятерых. И дальше уже в зависимости от того, что тебе нужно, ты их комбинируешь. Вот здесь можно их разделить на группы. К примеру, пять питомцев присвоить группу один. И нажав кнопочку один, ты призываешь всех сразу пятерых. Нажимая кнопочку два, ты призываешь вторую группу. Как я это использую? На первой группе у меня все боевые питомцы. То есть те, которые дают опыт навыков, опыт боевой, которые дают удачу. В общем, все, что мне нужно для фарма. Вторая группа это ремесленные. У меня там все питомцы, которые максимально разгоняют ремесленный опыт. Ну а третья группа это обычно те, кого я в данный момент качаю. То есть прокачка питомцев, это просто они должны быть в игре, они должны проголодаться, ты их кормишь и повышается у них уровень. Но не спеши расстраиваться. Прямо таки все пять питомцев тебе покупать не придется. Во-первых, я повторюсь, новичкам дают в календаре одного питомца. Также в гильдином календаре дают еще одного питомца. Но единственное, что если это будут два желтоклева, то одновременно двух вызвать нельзя. Их придется скрестить. Но как бы тоже хорошо. За пять тысяч часов игры на аккаунте тебе дают на выбор котика, либо собачку. Однако это не так быстро, и даже при практически круглосуточном онлайне, тебе придется потратить целых семь месяцев, чтобы получить этого питомца. Ну и несколько раз уже проводили ивенты, где мы могли получить сокола одного, либо же пройти квестик и на выбор кота и собаку раз тоже выполнить. Ну, конечно, проводились такие ивенты давно, но это значит, что в будущем вполне возможно подобные ивенты повторяться. Также для того, чтобы питомцы быстрее собирали дроп, нужно ставить их в агрессивный режим. И не обязательно каждого тыкать по одному, можно правой кнопочкой нажать на одного из, и все призванные автоматически переключатся в этот режим. Также в этом режиме стоит держать питомцев, если ты их прокачиваешь, чтобы они быстрее проголодались, и ты их как бы прокачал быстрее. Ну, а вообще, для новичка я советую, если ты не планируешь тратить жемчуг на питомцев, ты как бы купил себе ЛТ, возможно, приобрел себе дополнительный комфорт, и все, твой бюджет закончился. Бесплатно дается горничная. Вот при выборе горничной, бери горничную на аукцион. И когда ты будешь фармить монстриков, когда ты будешь качаться, включи на оповещение абсолютно всех питомцев, которые доступны. И как только ты видишь, что кого-то выставили, призываешь горничную и пытаешься купить. Это такой совет, скажем, для новичков. Ну, для старичков, я думаю, я сейчас Америку не открыла. Вот, в принципе, и все, что я могу рассказать тебе по питомцам. Спасибо за просмотр. Ставь палец вверх, делись этим видео с друзьями, заходи к нам в группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всяких новостей, скорее разных наших новостей, ну и не пропускать стримы, которые мы проводим практически каждый день. По средам я разбираю патчноуты, а в остальные дни нитрич фармит мобов, либо пвпшится. До встречи на просторах игры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok